Друзья, приветствую вас всех, вы на канале Асхаб Томаев, я решил сделать небольшое обращение перед началом моего ролика. Как вы знаете, вчера Иван Золо и Никоглай они разошлись и больше не будут проводить совместные эфиры, потому что родители Ивана Золо запретили. Я считаю, что Никоглай это тот человек, который помог подняться Ивану Золо и помогает по сегодняшний день. И в этой ситуации очень сильно жалко его Никоглая, потому что он остался кинутым, так сказать. И я хочу снять ролик, организовать им встречу и помирить их, и обязательно это сделаю. Если вам нравится моя идея, если вы меня поддерживаете, то обязательно напишите это в комментариях, а также поставьте лайк. А вам всем приятного просмотра. Его зовут Никоглай. Какое отношение он имеет к тебе? Дайте Иване постримить со мной. Я не буду больше этого делать. Моя мама не доверяет Никоглаю. Ну вот, что главное? Дружба, либо же бизнес. Ушелся к другим людям. За бабки. Не знаю, к кому. К Тамаеву. Миллион рублей. И у меня руки трясутся, возьми. Представь, что это Данил Сиспанов. Мне не нравится твоя обувь. Как-то нормально, вроде бы. Понравились, да? Ну да. Давай эти попробуем. Ладно, берем белую. Бери и в примерочную. Что-то похоже на спортсмена. Собрали на стриме. Сколько зрителей прям мы? 261 тысячу. Это рекорд в СНГ. Больше пока что ни у кого нету. Бить буду я очень сильно. Я тоже попытаюсь очень сильно. Ты ни разу не пил Кока-Колу. Да, это и не офл. 3 миллиона рублей. За один глоток. Прямо сейчас. Очень трудно. Друзья, ну что, приветствую вас всех. Вы на канале Иван Зол. С вами Схаптамаев. Что? Это наоборот. Ты чего? А, вы на канале Схаптамаев. С вами Иван Зол. Вот. Это популярный тиктокер. Последнее время захватил весь тикток. Ну да. Вообще, почему бы не переименовать тикток Иван Зол? Да это как-то будет, ну, слишком уж. Вообще, у меня на ютубе появляются периодически тиктокер. Разные популярные, да? Но такого популярного тиктокера на канале у меня еще не было. Может быть, моя аудитория тебя не столь хорошо знает. Но мы сегодня познакомим тебя с моей аудиторией. Ты расскажешь про себя немножко. Мы сегодня потренируемся. Сделаем из тебя бойца. Может быть, даже проведем бой с каким-то крутым тиктокером. Ты готов? Ну, насчет боя я подумаю, естественно. А расскажи, сколько тебе лет, чем ты занимаешься и почему ты стал настолько популярным в тиктоке? Меня зовут Иван, мне 17 лет. Я занимаюсь стрельбой из лука. Это такой спорт, ну, где я стреляю по мишеням. Естественно, там отжимания, пресс, ну, всякое такое, ОФП, что еще там. Ну, всякое разное. Что ты снимаешь вообще? Что ты делаешь? Я снимаю танцы, какие-нибудь приколы, пою песенки, ну, там, королки, дуэты, что еще там. Ну, в общем, разнообразный контент. Ну, это интересно, интересно. Ну, да. А вообще, ты любишь больше петь либо танцевать? На самом деле и то, и то. Твоя самая популярная песня какая? Самая популярная песня? Бабочки. Бабочки? Да. Можно, пожалуйста, ее делать? Вставить песню? Нет, вот прямо спеть вживую. Да. А мне до лампочки, на, на-на-на-на, покатаешь, у меня в голове пролетают бабочки, бабочки, бабочки. Это точно твоя песня? Стоп, нет, это песня Мьей Бойки. А мне до лампочки, на, на-на-на-на-на, на-на-на-на. Ну, из твоих песен, которые ты лично сочинил. А, у меня есть трек свой «Белый снег». «Белый снег», это лично твой авторская песня, да? Еще есть две песни, но я их забыл. Ты не записывал их? Я записывал, но я название забыл песни. Ну, вот спой что-нибудь интересное нам, для наших зрителей. В честь Нового Года. Ну, давайте. Заскамил Джокера, потому что он плохой. Все нечесть города. Прогоню долой. О, боже. Ладно, неважно, я забылся реально. Давно эту песню пел, но все, забылся. Нет, круто получается. По поводу танцев. Я видел у тебя такие чуть-чуть корявые движения. Ну, да, немного деревянные получается, но я как-то пытаюсь плавно. Учишься, да? Ну, да. Давно танцами занимаешься? Ну, примерно полгода. Вообще, когда ты начал заниматься тиктоком? 10 сентября 2020 года. Из чего ты решил снимать тикток? Ну, не знаю, просто захотелось стать популярным, и у меня получилось. Ты считаешь себя популярным? Ну, да, ролики так набирают по 5-4 миллиона просмотров. Как ты думаешь, из-за чего они так сильно набирают? Ну, не знаю, ну, наверное, нравится контент или, ну, скажем так, надо мной рофлят. Я понимаю, что надо мной рофлят. Тебе это нравится? Ну, да, нормально. Мне по кайфу. А приведи пример, как надо тобой рофлят. Давайте посмотрим по комментариям. Лысый глобус сел в автобус, тебе нет 18 лет. Ну, вот такие шуточки. Какие-то детские шуточки, нет? Ну, да. А где лысин? Лысин-то нету. Так уже волосы отросли. А когда была лысина? Примерно месяц назад. Я знаю, что тебе в прямом эфире предлагают деньги за разные действия, да? Ну, это такое было, но это на твиче было. На твиче, да? Да. Ты сейчас сделал бы лысину за 30 тысяч рублей? Нет. Это так просто рофлю. Я понимаю. Сколько ты зарабатываешь в месяц? Ой, а я даже не считал сколько, но примерно хватает на расходы. На какие расходы? Ну, на которые я трачусь. К примеру, перечислить, на что ты тратишься? Ой, да на многое что, но это ничем не перечислить. Ну, плюс-минус. Основно на что? В общем, хватает все. Хватает, да? Да. Ты же 500 зарабатываешь в месяц. Я же говорю, как получится? Не хочешь делиться с такой информацией? Ну да, иначе люди просто начнут завидовать. Хотелось бы, чтобы ты пояснил за свой шмот. Откуда кроссовки, брюки, футболка? Вы сейчас сказали, как будто оффник. Что? Ну, типа ты говоришь, поясни за шмот. И я сразу думаю, что мне отвечает оффник. Что это значит? Оффник – это те люди, которые любят драться. Ну, просто подходят без причины и дерутся. Нет. Да. Я не собираюсь драться. Ладно. Обычные баюки. Типа, вот моя рубашка. Дальше у меня носки. А где купил? Что, рубашку? Да. В буме. За сколько? За 600 рублей. Дальше? Дальше носки с Халком. С Халком реально? Да, с Халком. Можешь показать? Опа-на. Вот Халк. Позара нет. Можешь мне их подарить? Нет. Может, я тебе их куплю? Носки покруче, может, купишь? Не, ну, у меня реально таких носков не было. Я всегда мечтал про такие. Да просто это можно заказать на сайте, набираешь носки с картинками и все. Именно вот эти хочу? Ну да, можно. Можно, да? Да. А про брюки можешь рассказать? Обычные брюки. А про кроссовки? А, это кеды. Кеды, да? Да. За сколько ты их покупал? Ну, примерно. За 400 рублей, наверное. За 400 рублей. А почему ты так бьешь его одеваешь? Ведь ты неплохо зарабатываешь. Ты популярная личность. Ты в центре внимания. Ты должен дорого одеваться, нет? Я пока что контролирую себя. Контролируешь, да? Да. Кто контролирует твои расходы? Ну, родители и я. Твои деньги у мамы, либо у тебя? Даже не знаю, что ответить. Либо в сейфе? Скажем так, в сейфе. В сейфе, да? Да. А где он находится? Ну, естественно. А нет, это конфиденциальная информация. Мы пришли в торговый центр. Вот. Мне не нравится твоя обувь. Понимаю, понимаю. Понимаешь, да, меня? Тебе тоже не нравится, да? Ну, как-то ненормально, вроде бы. Поэтому смотри, мы сейчас зайдем в какой-то магазин. Какой магазин предпочитаешь? Какую фирму, не знаю. Адидас. Адидас? Да. Пошли, Адидас. Пошли. Так. И у меня руки трясутся, возьми. Давай, Иван, со всеми быстрее сфоткайся. Автографы потом будешь вставлять. Кто будет сфоткать? Сюш, сфоткай. Где она? Сюша. Что подберем, Сюра? Так, ну я не знаю, что именно. По твоему выбору выберем. Почему по моему выбору? А, ну по моему надо? Ну ладно. Ну носить тебе, а не мне. Ну, допустим, такая вот футболка. Вот у тебя колхозный вкус. Да? Давай, Сюра, кроссовки. Кроссовки, ну пошлите. Они все на шнурках. Такие не покупай, то же самое, что у тебя. Они все на шнурках. А шнурками нельзя? Я бы хотел бы с липучками. Почему? Потому что так бы проще было бы. Нет, смотри. Спортивные кроссовки обычно бывают с шнурками, тем более Адидас. Ты не умеешь завязывать шнурки? Нет. Не умеешь? Нет. Ну научимся, научим тебя. Хорошо. Значит, выберем какие. Смотри, их особо завязывать не надо. Надеваешь, вот ты засудил, короче, и пошел. А, да? Конечно. А, ну ладно. Молодец, никто не завязывает. Какая модель тебе нравится? Это женская. Это женская, да? Какие женские выбираем? Это тоже женская. Вот такие как? Такие? Ну да. Неплохо. Белые. Они сильно подчатываются будут. А ты поиграл, а черные взяли? Ты поиграл, а черные взяли? Я бы тебе предложил взять более, не знаю, темную цвету. Тебе нравятся они? Ну да. Да? Да. Мама, как, мама, ничего не скажешь? Да вроде бы нет. Поделит твой вариант, да? Да там их, если они загрязняются, почистить можно. Да? Да. Что, давай тогда посмотрим, какой размер? Это какой размер? Я не знаю, если честно. Тут не написано. Давайте вот это вот. Что? Вот, как идти? А что ты так быстро поменял свое мнение? Ну, вроде бы тоже нормально, вроде бы больше мне понравились. Понравились, да? Ну да. Давай эти попробуем? Давай. Ты вообще носишь спортивную одежду? Ну да. Носишь, да? Ну, куда на соревнования езжу? Какие соревнования? По стрельбе? Да. Еще надо футболку посмотреть. Сейчас посмотрим. Давай куртку снимай. Снимай портфель. Снимай куртку. Так. А куда он положил микрофон? Какой микрофон? Микрофон у тебя вот тут висит. А. Кто-нибудь можешь последить? Ничего не будет, ничего не будет. Ну, ты бы взял в эту сумку сейчас. Это нет. Ну, другие тоже думают, невозможно. У тебя там деньги? Нет, конечно. А? Телефонный и провязной. Телефонный? Да никто не укроет. Окей. Если даже укроет дорогой телефон? Конечно. Какой? Айфон. Именно. А, айфон про. Айфон про именно? А, 13 про. А, именно 13 про. А откуда купил? Кто тебе подарил? Коля. Круто, круто. Ну, если укроет кто-то? Мы его поймаем. Да. Давай, начинаем с 39 размера. С такими носками ты их не наденешь. Подожди, а почему у тебя две пары носков? Для сапог именно. Смусь, зачем? Это спросите у моей мамы. Завязываешь? Завязать не надо, смотри. Я, конечно, никому это никогда не завязывал. Да, если. Ребята, до чего я докатился? Нет. И знаешь, вот так бантик умеет, вот так же, смотри. Как-то так, вот смотри. И просто вот так засунь куда-то, чтобы не было видно. Видишь? Как ты засовываешь, понял? Нормально смотрится? Понял. Завязывайся тоже не умею. Просто что-нибудь сделай там. Все, уже что-то другое? Уже какой-то другой человек, нет? А ты что делаешь? Я завязываю, а что? Ну, не так же. И засунуть куда-нибудь, засуну, чтобы не было видно. И все просто, во. Все так делают. Все, а ну-ка. Все четко. Смотри на это и на это. Все отлично. Сейчас уже как будто городской пацан. Это чисто сельский вариант. Я что, с сынником буду гулять, что ли? А? С сынником буду гулять? Да, ничего страшного. Ну, окей. Такс. Сейчас мы подберем тебе футболки и брюки. Все, когда будешь приходить ко мне на съемки, больше видите сапога не приходи. Понял? Ну, это не говорите не мне. А кому? Моей маме. А что вы, нельзя в этих приходить? Так сейчас за зима. Да ты же на такси можешь кататься. И тем более у тебя носки... Да. Зеленого халка. Ну что, давай тогда перейдем уже к верху и уже к брюкам. А какой цвет ты предпочитаешь футболки? Цвет? Ну, яркий. Яркий? Именно. Именно зеленый или желтый? Зелено-желтый? Вообще без разницы, наверное. Давай пройдемся посмотрим. Чтобы ни серое, ни черное было. Давай пройдемся, посмотрим. Да можно вот взять. Вот такую вот футболку. Такую футболку? Ну да. Класс. Класс. Думаешь, пойдет? Как это футболка, футболка нет? Найти более хороших футболков? Бум, это для футболистов. Ты же этот стрелок. Ну слушай, если тебе нравится, что тебе отказывает, да? Ну да. Давайте размер. Говорят, нету размера. Ясно. Слушай, а тут есть же пару футбол. Икс, ил. Давай там. Так. Вот белый футболк очень прикольно. Мне очень нравится. Будет как эта грязновато, потом она, ну, стирать придется. Так что черную можно взять. А ты собираешь ее не стирать? Собираюсь, конечно. Ну а что? Ладно, берем белую. Не, подожди, подожди. Ты говори, что белую не возьму, потому что стираться придет. Ай, постираю я. Ну вот. Если не хочешь, не бери. Не, я возьму, ты что? Не, я как будто тебя заставляю брать. Не, я возьму. Возьмешь? Да. Все. Размер надо подобрать. Мы тебя сейчас хорошо оденем. И в таком образе мы поедем сейчас в зал. Да, хорошо. Да, не будем переодеваться. Хорошо? Наденем куртку и поедем. Да. Надень. Давай штаны. Шорты и штаны. Шорты? Шорты? А, штаны еще взять. Да. Такие сойдут? Эти раза, что штаны? Нет. А что это? Я не знаю, что это вообще. Это шорты. Так, штаны. Тебе нужны штаны. Без штанова гулять не вариант. По поводу штанов, конечно, будет сложновато нам подобрать. Давай рассказывай, что тебе нравится. дадут только черные да есть ли там тоже посмотри по-моему нормально да давай бери и в примерочную только меня там пусть не снимают не тебя не буду снимать зачем ты вообще знаешь меня смотришь мой контент может быть ты знаешь кого-либо с кем я снимался да я начал вас смотреть можно на ты конечно я начал тебя смотреть с того момента когда был абду розик этот данил степанова ким баша 9 руки базуки вот и мне понравился твой контент и я начал тебя смотреть ты сегодня меня в гостях ну да я знаю что из спортивных блогеров ты смотришь данила степанова до обожаю его смотреть почему именно его почему ну не знаю просто понравился контент такой спортивный человек ты знаешь его песнику до алкоголь фу сигареты фу пальцы смотри на мою эстетику если тебе нравится контент данила степанова почему-то не потренируйся может быть он тебе покажет пару прием меня уже не вызывал а меня он еще не вызывал не вызывал может быть сделаем обращение к ему данилу степанова может быть вызовем укинем на схватку по вольной борьбе но это надо не ко мне уже обращаться а кому кому ну это если родители мои разрешат то есть его просто потренироваться а что ты боишься что ли ну не особо ну ладно так боишься или нет ну 50 на 50 50 на 50 да понятно даня его не против с тобой потренироваться показатели пару приемчиков так что мы ждем обратной связи да ты вообще смотрел а мы и бы не бои с данилом степанова досмотрел очень как получилось за кого-то болел больше честно но сначала за вас потом за него потом опять за вас вроде бы мы пищи на ты а ты снова на вы и ну я такой интеллигентный человек а что нужно сделать чтобы ты обшался на ты не знаю с бейтборда наверно ну да я такой шутник что за юмор где я же гений оффла смотри я видел что ты сидел в тик токе прямом эфире у тебя был достаточно много зрителей ты добавил кавказца и сразу удалил сказал что ты не умеешь общаться с нерусскими кого же позвать на трансляцию давайте какого-нибудь обычного человека что ли извините с не узкими я не знаю как и общаться извините ладно рандомно приглашу кого-нибудь только желательно не не узкого это данные это извиняюсь перед всеми кавказцами и не узкими просто я сказал какую-то реально чушь почему извиняешься но может ему обидно было бы да нет может быть да сегодня ты сидишь с кавказцем нерусский ты же вроде не умел с нерусскими общаться и что вообще значит ну вот я нашел с вами общение и вот я с вами уже общаюсь так что друзья в комментарии многие писали что его не умеет общаться с нерусскими но как вы убедились он умеет общаться с нерусскими да да главное найти контакт в общении да все верно кого-то быть популярным и были ли у тебя какие-то проблемы но популярным быть легко главное справляться с учебой и со своей тренировкой какая тренировка стрельба из лука антис табильно этим занимаешься да в каком ты классе в одиннадцатом тебе скоро егэ да точно я справлюсь а твой любимый предмет физкультура физкультура на не ожидал конечно этого может что-нибудь там показать может пиццу показать не знаю но мы это обязательно проверим мы пойдем зал и посмотрим на что-то способен а вообще а может география биология геометрия но еще литература мой любимый предмет литература на твой любимый писатель а ну школе то я читаю но литературу но дома я читаю комиксы а любимого писателя у меня нету как так ну вот так вот сложилось кто написал войну и мир гоголь а кто написал все я наверно неправильно сейчас отвечать буду так что давайте не будем иначе я опозорюсь да нет нормально все а что я правильно ответил да а отлично кто написал то есть правильно угадан ответ переходим к следующему конечно же говоря комиксы читаю к примеру какой комикс marvel 10 bubble ну в общем мои любимые комиксы это по мстителям люди x ну там вообще ну по каких-нибудь злодеев люблю люблю почитать чё еще а ты вообще кем тебя представляешь в комиксах в комиксах халком халка да почему это но если в параллельной вселенной то да я представляю себя именно так странно вроде бы халкия андрей человек-паук приятным познакомиться супер-супер да да все теперь это похоже на спортсмена чуть подкачаться еще гантельку там отжимание поезд колесико да смотри сейчас мы поедем в магазин возьмем себе боксерские перчатки шорты и пойдем за будем драться с тобой до готов ты а до готов спасибо спасибо мы пришли магазин автогон шоп магазин спортивной экипировки мы подберем тебе перчатки шорты футболку мы будем тебя готовить против какого тик токера степанова да все верно мы будем готовиться к бою данилу степанова хотим назвать бой данила степанова против ивана ивана золо 2004 да поэтому что погнали оденем тебя сделаю из тебя настоящего бойца ребят приветствую короче из его нам нужно сделать бойца подобрать перчатки шорты футболку ты же хотел заданил степанова подраться я не хотел ты не хочешь друзья вообще-то он говорил что хочешь подраться но когда он зашел сюда он что-то ночью в 1 в принципе ладно я готов ну да конечно готов данил степанов готовься смысл это не готов я готов готов вот представь что он данил степанов мертвая груша я особо не разбираюсь триммеров но туда что такая информация что стримеров эвелон да правильно я говорю или нет эвелон эвелон до продала тебе 500 тысяч рублей за то что ты скажешь одно матерное слово ладно последнее предложение полмиллиона рублей за один мат он не шутит полмиллиона рублей и ты отказался да почему потому что мат это плохо ты вообще не матерись и да это только на камеру либо же даже в обычной жизни ты не позволяю себе материться даже на камеру или в обычной жизни я не матерюсь ни разу не матерился но эвелон все-таки меня вынудил ты все с матерился ну да там я записал один видос и это залетело на 7 миллионов потом учителя это сказали удалить этот ролик иначе типа они пожалуются мвд и с меня штраф будет огромный итоге ты заматерился и те выплатили 500 тысяч рублей нет конечно он уже эвелон их давно уже потратил куда-то подожди подожди он тебе обещал заплатить 500 тысяч рублей ты выполнил условия но он не за меня я сделал это не на твиче я сделал видео в тик ток надо было сделать на твиче да да а почему неужели принципы не важнее чем деньги либо же деньги все-таки важнее либо же это зависит от суммы денег я вот это уже честно сказать не могу почему потому что очень сложный для меня вопрос может подумаешь может дать и время подумать все-таки не знаю я еще знаю что ты ни разу не пил кока-колу да это и не оффл почему так получилось ну я а это считается что я ел мармеладки с колой не знаю может у зрителей спросить считается ли что я ел мармеладки с колой со вкусом колы до считается ли что иван пил колу есть ел колу пил колу есть он кушал конфетки веков голода да с вкусом кока-колы да я считаю что нет и сегодня для тебя я приготовил некий эксперимент будет интересно посмотреть сможешь это его пройти готов ты ну да я готов можешь назвать причину почему ты не пьешь колу ну потому что не разрешают кто не разрешает родители почему война она я сегодня принес колу вот это не реклама к сожалению у нас нету контракта с коколой хочет ее выпить ну я же говорю мне не разрешают не разрешают вообще хотел бы его выпить но хотелось бы просто один глоточек попробовать и все и я бы сказал вкусная ли она или нет ты и никогда не пил нет может мы выключим камеру ты аккуратно попробуешь с родителями она типа будет ключи надо нет аккуратно выпьешь и все нет ни в коем случае почему да потому смотри видимо ослабел попробую открыть его считают русским и чеченским и халком а он ослабел уже русский чувствую запах колы нет все таки я пробую тебе не буду вкусно же пахнет вот давай к делу у меня для тебя эксперимент эту колу если ты попробую сделать хотя бы один глоток я готов тебе дать 500 тысячи рублей я отказываюсь почему это 500 тысяч рублей просто за один глоток колы ты хочешь чтобы я продался тебе да ну нет но как бы 500 тысяч рублей ты можешь не знаю там отдохнуть я конечно понимаю но мне кажется таким образом я зажрусь хорошо миллион рублей все-таки подумаешь я да я подумаю подумаешь подумаем сколько времени надо время ну целый день прям сейчас надо боимся сейчас надо и я нет того чтобы ставку повысили попробуй миллион рублей не повышаем ставку полтора миллиона рублей полтора миллиона рублей просто за глоток очень трудно ты подумай за полтора миллиона рублей ты сможешь купить и mercedes таких кроссовок тысяч кроссовок нет нет ты пить не школу нет как так то а надо это был рофл а кто из нас дико рофлит подожди ты будешь пить колу за полтора миллиона рублей один глоток а давайте сделаем так я пью колу прямо у вас в инстаграме то есть вы делаете stories и не записывайте на камеру за полтора миллиона рублей да нет только вот прямо здесь надо прямо здесь что ж такое иван не повышаем ставку тут три миллиона рублей за один глоток прямо сейчас я последний раз говорю я не нарушаю своих принципов я не буду ее пить даже за не знаю 10 миллионов уверен да этот последний шанс больше не будет такого продолжения нет бесплатно хоть выпьешь до выпить да не буду я вообще дрался на улице балашку ли что драки происходили ну редко вообще дрался ну бывало когда последний раздрался ой ну наверное четыре годика назад а с кем было не помнишь не не помню кто выиграл помнишь не не помню а бывало что-то выиграл может быть но я реально не помню не помнишь нет может он нет понятно понятно вообще интересно было бы тематика боев но только если с возвращением моих родителей а так ты готов ну типа того по борьбе либо же по боксу туда что-то бокс ну за что это ну вот-вот покажи 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 это не бокс а что это не знаю что это друзья что это такое наконец-то не бог а что это за бодибилдинг танцы может быть у тебя бокс и танцы в тактоке примеру одинакового типа не разберешь это либо бокс либо же танц и тебе нравится вообще красненькие красненькие да представь это данил степанов что такой маленький он не маленький достаточно приличный а ну-ка давай ударь ну ты его не держи и вот а не вижу и елки мои все не у тебя удары полкинг и прям такие знаешь если что не заглядывайте и не будем нормально сидит ну да так сделать четко как ты хотел красные перчатки а почему именно красный цвет он больше красивее женский цвет даже нет он мужской красный ну да друзья палец 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 краем надевал боксерские перчатки 1 надеваю серьезно а нет хотя в детстве надевал убил просто глушу так соседу 1 2 3 давай его его а как твои родители относятся к тому чем ты занимаешься нормально родители контролируют свою работу да конечно ну 50 на 50 естественно а кто дальше я могу сам справиться с этим кто больше всего смотрит в этот мамы либо же папа трансляции да ну папа всегда смотрит иногда а вот есть братья сестру двоюродные а ты знаешь такого человека его зовут никоглай да знаю а кто это может по нему рассказать нам никоглай это известный твич стриме и тиктокер какое отношение он имеет к тебе ну мы с ним подружились ты считаешь его другом конечно близким но не совсем близким почему это мы от него далеко очень в каком плане далеко по расстоянию либо же да 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 по расстоянию а каком городе он живет молдовия они с москвы нет ты к нему в молдове езжал в гости нет он к тебе сейчас в москве он до 10 числа там ну москве проживает до 10 числа до 10 января а почему бы ему не переехать к тебе в гости нет не хочу вы с николаем друзья либо же у вас чисто бизнес отношения друзья а бизнес отношения без отношения ты как понять бизнес отношения вот этого я уже не знаю если честно мы уже проводите вместе эфиры как-то зарабатывать и на это ну да ну вот что главное дружба либо же бизнес я думаю что это можно как-то симбиоз сделать а что главнее друзья друзья на сто процентов да я знаю что вы неплохо зарабатываете на твиче как вы делите деньги пополам когда ты проверяешь заработать либо ты это все видишь я проверяю а были ли у вас какие-то проблемы из-за финансов да нет не было просто я видел в стриме где он говорит про 50 рублей который якобы ты а типа я типа их не понял да да ну естественно я был в бешенстве типа я как будто зажрался вот 50 рублей да ну естественно я мог бы принять и ну и все то есть сколько он должен был тебе заплатить это за какой стоим у нас их много было 50 рублей именно про тот стримы где он тебе не заплатил 50 рублей не доплатил 50 рублей но не доплатил так ничего страшного всего-то 50 рублей всего лишь да а почему ты про эту речь поднял это не я поднял а он это вы мне вопрос о и ты мне вопрос николай в своем стриме сказал что у тебя были какие-то недовольства буду 50 рублей нет к сожалению я не помню и помню то же самое сказал у них у него в стриме ну да как твои родители относят никоголаю ну сначала хорошо потом не очень потом ну как-то 50 на 50 короче из-за чего я хорошо и плохо еще и так еще твои родители просили тебя прекратить а стриме с никоголаем да расскажи про эту ситуацию почему так произошло я слышу что родители запретили тебе из-за того что никоголай а якобы получил один крупный донат и половину этого доната тебе не скинул правда это типа фальшивка была на самом деле на ему ничего не пришло не пришло да да он сам себе сделал фальшивку ну да развести меня пытался какая там сумма 500 к 500 тысяч до самый большой донат который вы получали донат 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 сейчас вспомнил на 100 тысяч то есть больше не было но да за один стрим отвечая сколько вы можете собрать за один стоим на твиче это сколько получится ну плюс-минус плюс-минус но я не знаю я говорю как получишь 500 нет это нужно чтобы были там миллиардеры какие-то но но у нас их нету 1200 за один стрима твиче но может быть может быть понял плюс-минус 20000 рублей и получается за один стрим можно заработать 100000 рублей ивану ну короче делим пополам ну понятно ну да вы с никоголаем установили рекордов снг если не ошибаюсь да и собрали на стриме сколько зрителей промык 261 тысячу это рекорд в снг больше пока что ни у кого нету как ты думаешь это смотрит из-за тебя либо же из-за него из-за нас двоих а большей степени я не знаю как ты думаешь делюсь какие-то мысли по поводу этого ну я думаю просто мы интересные люди так что вот так вот чего интересно не знаю рофлим там на трансляции что-нибудь там делаем такое крутое чуть-нибудь придумываем ты доверяешь никоглаю конечно недавно никоглая давал интервью каналу пушка и ты должен должен был быть там но тебе запретила мама да почему так ну ну как бы мама считает что это ну немножко мама николе нет немножко моя мама моя мама не доверяет никоглаю да почему это ну общение ей не понравилось наше общение вот так вот и все ну да как ты сам считаешь не голая можно доверять я считаю что да а мама считает что нет да а ты когда старался поговорить с мамой объяснить ситуацию но это было бесполезно я потратил на это полчаса полчаса всего лишь может больше ради друга можно было и сутки просить я же говорю или полчаса или больше я не знаю честно говоря никоглай в этом интервью сказал что скорее всего вы больше не будете работать и сказал что ты сам будешь снимать контент ну да потому что хайп скорее всего может закончиться и мы все-таки не будем снимать ты сам сможешь двигаться конечно смогу пути опыт есть у меня пару идей таких примеру может рассказать поделиться с нами но я же говорю снимать там ну продвигать своим контентом разные коллаборации можно кстати дистанционно с кем хотелось бы я не знаю но это надо будет подумать ты когда-нибудь был в таком зале первый раз нахожу здесь бойцовском зале первый раз ну да обычно где ты тренировался где проводил свои тренировки но на стрельбе сегодня мы будем чуть боксировать вот сегодня тик ток придется чуть оставить хорошо не боюсь ли ты получить ну как бы активность немного спадет ну ладно что то значит ну как бы немножко станут забывать меня типа я мало снимаю ну что давай сделаем разминку и приступим 100 килограмм взял 4 очень 4 нормально 2 2 возьму что рассказывает стрельбе я разминаюсь вот так отжимания поезд колесико скакалка натяжение звука дальше я забыл вообще у тебя огромная фан-база у тебя два чем-то миллион подписчиков 2 миллиона 600 тысяч вами на 600 подписчиков сколько в среднем твой прямой эфир заходит по 20000 человек 20000 человек на данный тебе кидают на сейчас что-нибудь кинули тебе сейчас ну розочки там уже а вот эти розочки разные подарочки в тик токи да это можно обменивать на деньги конечно к примеру розочка сколько это рублей 1 копейка 1 копейка ну то есть 1 рубль говоря как понять 1 копейка 1 рубль ой ну я все сколько копеек в рубле все-таки 1 рубль 1 рубль да как ну неплохо а 100 рублей за сколько что это это например корона а за один стрим 30 минут в тик токе круто может заработать но поймем на десять тысяч рублей нет этих алмазов а сколько это это примерно ну где-то 50 долларов 50 долларов 50 долларов умножить на 70 может быть я ошибаюсь рублей нет там немного он вырезает проценты тик ток налоги да ну да ну что давай оставим день про финансовую часть и посмотрим что способен у меня весовая категория 104 килограмм давай озвучивается вес чтобы потом комментарии писали что я бью слабо что вы понимали человек не слабый умеет снимать тик ток умеет танцевать я вешу 52 килограмма 52 килограмма учета два раза меньше меня ну да пошли бить буду я очень сильно серьезно да я тоже попытаюсь очень сильно попробуй вот 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 Сегодня у нас соперник необычного стиля, вообще непонятны какие-то удары коряевые, так что можешь попасть очень сильно. Ну что сказать, я готов, я готов бить сильно, не буду уделять вообще. Ты готов? Ну да. Готов? Ага. Если я так сильно ударю, ты потерпишь такой удар? Ой, ну возможно, а? Возможно. Как думаешь? Может быть, может быть. Сможешь так? Конечно. Покажи. О! Да не. Нет, все-таки не получится. Сейчас ты снимаешься с многими блогерами, все хотят провести с тобой коллаборацию. Я тоже хочу. Нравится ли тебе такая жизнь? Да, нравится. Из тиктокеров, кто тебе больше всего нравится? Какие? Женские или мужские? Да без разницы. Можно женские, можно мужские. Ну, я смотрю Дэм Тим Хаус, Хайп Хаус, ну всякие Хайп Хаусы. Хотелось бы, чтобы ты назвал именно блогеров. А, именно блогеров? А не Хаус. Ну, я смотрю Егор Шипа, Мию, Бойку. А кого я еще смотрю? Самого Никогла я смотрю. Кого еще? Ой, ну это еще перечислять долго. Ну, в общем, их много, кого, с кем я бы, с кем я хотел бы встретиться. А с девочками? Юлия Гаврильна, Ани Покров, кто еще? Лиана. А Карнавал? Из Карнавал тоже. А кто тебе больше нравится с девушкой? Это очень сложно. Смотри, ты же популярный тиктокер, тебя все знают. Не мог бы ты нас познакомить с красивой тиктокершей? Хотел бы познакомиться. А это надо договариваться с моим менеджером. Чтобы познакомиться с девушкой, с тиктокером, ты надо договаривать с своим менеджером? Да. Почему так? Потому что так именно это и задумано. Это платно? Видите, это платно. Как это будет стоить познакомиться, к примеру, с Карнавалой? Не знаю. Ты что, наверное, да? Наверное, да. Спасибо большое клубу фитнес-практики, что предоставили нам условия для проведения спарринга. Поехали. Сильно бьём? Давай снова, давай снова. Давай, давай. Дыши, дыши. Дыши. Марин, всё нормально? Да. Всё, всё. Отдохни чуть-чуть. Что, сложно? Сложно? Сложно боксировать? Да не сложно. Точно уверен, что против Данила Сифанова потянешь? Не знаю, теперь это точно. Не, мы будем готовиться, будем готовить его. Даня, ты там не расслабляйся от того, что у нас там худенький, шупленький, бьёт сильно очень. Да, я готов. Иван, ты очень круто снимаешь ТикТок. У тебя огромные просмотры. Ты не мог бы меня научить? Я просто, у меня в ТикТоке там очень мало подписчиков. У меня раньше был ТикТок, когда было пять минут подписчиков, мне его заблокировали. Но я никогда не умел снимать ТикТок качества. Не мог бы ты меня научить? Да. Значит, запускайте, значит, постоянно, каждый день эфиры. Но если, конечно, у вас не твои имени, то лучше один день пропустить. Начинайте общаться с зрителями, общайтесь там, играйте в баттлы. Может, Таня запишем? Какой? Ну, любой. Я буду тебя снимать, и ты мне пока как тебя снимать, и ты пока что запишешь. Давайте заходите в мой ТикТок и посмотрим танцы. А нельзя вот так сейчас вживую снять? Нет, движения нет, танцев, ну, имеется, песни нету. Ну, включи. А молча я танцевать не могу. А нельзя в голове как-то себе это включить? Не, это такое себе. Такое себе, да? Да, да. А, я знаю. Я буду, типа, вот это петь. Нет, это как-то коньжоло считается. Мне кажется, залетит нормально, нет? Нет, это коньжоло будет. Да очень круто. Я говорю, надо песню какую-нибудь включить. Ну, значит, не получится. Ничего страшного. А в таких случаях что нужно делать? Если не получается станцевать танец? Если не получается, ну, можно забить на него просто, и все. Хороший па. Ну, да. Ты что делаешь? Что? Я максимум. Ты что? Нормально. Нормально. Майка. Они боятся, а? Ванек, все, давай отдыхай. Была такая ситуация, что вы проводили стрим, в котором было 30 тысяч зрителей в прямом эфире. Да. И ты завершил стрим, потому что тебя мама позвала покушать. А у меня строгий график. К сожалению, все, я уже не могу. Продолжен, наверное, в инстаграме. У тебя зашла мама только что позвала на ужин, да? Да. Она, смотри, я хочу напомнить, я хочу напомнить, у тебя не горит сейчас квартира, у тебя не умирает кошка, у тебя не рожает кошка. У меня сейчас четко по времени, я опаздываю жестко. На ужин? Да. А почему так? Ведь можно было подождать, ведь огромное количество людей на тебя смотрит, 30 тысяч человек в прямом эфире, это очень огромные цифры. Ну, вот так вот получилось. Я же не могу это на 10 минут отойти и с едой прям кушать в эфире. Почему это? Ну, как-то неправильно. А сколько раз ты кушаешь в день? А, ну, и завтракаю, и ужинаю, и не обедаю. Почему так? Это такой, такая схема? А я обедаю только в школе. А обычно что ты кушаешь на завтрак? На завтрак кашу. Какую? Манную, гречневую и рисовую. А на ужин? На ужин, ну, например, макароны, пельмени, картошку, что еще, оливье. И, да, вот это все. Все, давай, снова боксируй. Что ты по лицу не бьешь? А надо? Конечно. А что ты не бьешь по лицу? Все, устал, да? Отдохни, отдохни. Нет, все, больше тебя мучить не будем. Сегодня мы с утра снимаем. Это, по-моему, единственные полноценные съемки твои, да? За свою жизнь. Ага. Охуярс. Все, 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 все. Мы же тебя не будем, ты своим подписчикам это нужен. Впечатления после боя, быстро. Пять слов, пять слов. Эмоции? Эмоции? Без кран, мое безумие. Все. Двух эмоций нету. Усталость. Ой, сегодня эмоции у меня классные. Просто супер. Ой, я устал. Оху. Спасибо вам, Асхаб. Спасибо тебе. Слушай, а кто написал «Войной мир»? Я забыл. Я забыл. Короче, друзья, вы были на канале Асхаб Томаев. С вами был Иван Золо. И кто? Асхаб Томаев. Да, если вам ролик понравился, обязательно поставьте лайк. Обещайте свое мнение в комментариях. И что? Комментарии пишите. И что? Ставьте лайки. Это я уже сказал. Подписывайтесь на канал. Сегодня у нас в гостях был популярный тиктокер. Может быть, половина моей витрии его не знает, потому что тиктокер – это не наш формат. Но я решил пригласить его в гости, потренировать его, взять его небольшое интервью. И вообще, в будущем хотелось бы провести такой формат, что мы будем приглашать популярных тиктокеров, пробовать их на прочность, испытывать их в плане спортивного направления. Делать сильные нагрузки для Ивана я не захотел, потому что мама очень сильно переживала за его здоровье. И ему нельзя перегружаться. Поэтому мы не стали рисковать. Какого блогера из тиктока пригласить нам в следующий раз? Обязательно пишите это в комментариях. Я это все рассмотрю и обязательно организую. Вам всем большое спасибо. Надеюсь на вашу поддержку. Поставьте лайк и напишите свое мнение в комментариях. А также главное – подписывайтесь на мой канал, потому что большая часть аудитории смотрит меня без подписки. Все, вы были на канале Асхаб Томаев. Я вас всех люблю. Всем пока.